в полном соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и техническим заданием на проектирование. Как уже было сказано ранее, основной целью разработки данного проекта планировки является подбор и подготовка альтернативной площадки для строительства жилых домов для решения проблемы обманутых дольщиков, жилого дома по улице Серебрянка, номер 47, застройщик которого, ТОО «Славяне» и «Стройперспектива Плюс», находится сейчас в состоянии банкротства. Общее количество необходимых квартир для обманутых дольщиков составляет 101 единицу. Это примерно 6800 метров квадратных жилья. Проект планировки разработан на основании постановления администрации Кушкинского района и включает в себя рассматриваемую территорию в границах ограниченных. Пожалуйста, слайд номер два. Значит, на севере это индивидуальная жилая застройка по улице 3-я Серебрянская, на востоке это река Серебрянка, на юге это улица 1-я Серебрянская. На западе полоса отвода Ярославского направления Московской железной дороги. Площадь рассматриваемой территории в указанных границах составляет около 8 гектаров. Слайд номер четыре. Проект предлагает осуществить реконструкцию территории в целях ее эффективного использования и формирования архитектурного облика города. На момент разработки проекта планировки, а это, как уже было сказано ранее, в 2013 год, и этот проект мы сейчас с вами представляем, я о нем рассказываю, совместно с администрацией Кушкинского муниципального района и Министерством культуры Московской области решался вопрос о переносе здания вечерней школы в район Околовой горы в целях создания там культурного центра, старый город Пушкино, с воссозданием там целого ряда объектов исторической среды. Все вопросы с памятником у нас уже будут решаться после публичных слушаний, все ваши вопросы, замечания будут выслушаны, и администрация уже примет решение о том, что делать дальше. Сейчас рассматривается проект, в котором мы переносили это здание. Значит, далее слайд номер 6, пожалуйста. На проектируемой территории предлагается разместить два 17-этажных односекционных жилых дома, один 17-этажный трехсекционный и один 17-этажный двухсекционный жилой дом, а также две 17-этажные башни. На территории вновь формируемых жилых кварталов также предусмотрено размещение объектов культурно-ботового обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях, проектируемых домов. Проектом предусмотрено также строительство нового детского сада на 80 мест по улице 3-я Серебрянская, а также нового физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Некрасова, в составе которого будет организована школа развития хоккея. На чертежах также обозначена необходимость размещения обвалованных и подземных гаражей в жилых группах и в санитарно-защитной зоне от железной дороги. Проектом предусматривается реконструкция улицы Лермонтова и улицы Некрасова, а также улиц 1-я, 2-я и 3-я Серебрянская. Во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов предлагается разместить ряд объектов обслуживания, которые необходимы в соответствии с нормативами Московской области, то есть это и аптеки, банки, офисные помещения, медицинские кабинеты и так далее. Освоение территории предусматривается в 3 очереди. Пожалуйста, слайд номер 8. В первую очередь это 2 17-этажных жилых дома общей площадью 12,8 тысяч квадратных метров или порядка 230 квартир. В первую очередь также предполагается выделение квартир для обманутых дольщиков жилого дома по улице Серебрянка, номер 47. Вторая и третья очереди это 4 жилых дома общей площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Пожалуйста, можно я это скажу, очень тяжело говорить, когда шум залили. Давайте уважать друг друга. Или порядка 896 квартир. При этом в перспективе рассматривается строительство трехподъездного жилого дома после переселения гаражного кооператива. Плотность жилой застройки составляет 12 990 метров квадратных на гектарах. Общественная застройка на данной территории представлена детским садиком на 80 мест, зданием Центра развития и внешкольного образования в полторы тысячи квадратных метров с библиотекой, также здание физкультурно-оздоровительного комплекса, в составе которого размещены школа развития хоккея, тренажерный зал и открытая спортивная площадка. Общая площадь нового жилого фонда составит ориентировочно 68 с половиной тысяч квадратных метров. Общая площадь нежилых зданий и встроенно-пристроенных помещений объектов обслуживания составит ориентировочно 9 тысяч квадратных метров. Численность населения на расчетный срок составит порядка трех тысяч человек. Из них существующая численность это 881 человек, то есть прирост составит около двух тысяч человек. Предусмотрено проектом 520 машин и мест постоянного хранения автомобилей личного пользования и 113 машин и мест кратковременных автостоянок. На этом слайде вы видите расчет автостоянок у жилых домов. Также проектом предусмотрено полное инженерно-техническое обеспечение территории. Заказчикам получены все необходимые технические условия. Если кому-то из зала потребуются какие-то цифры по водоснабжению, водопроведению, теплоснабжению, то мы готовы их озвучить. Просто сейчас, чтобы не занимать вашего времени, я их озвучивать не буду. Также хотелось бы отметить, что с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия в проектируемой территории предлагается осуществление ряда природных охранных мероприятий. И предотвращая вопросы зала по поводу санитарно-защитной зоны от железной дороги, в проекте у нас предусмотрено для обеспечения нормативного уровня шума от железной дороги. Вдоль нее размещена полоса из нежилых зданий, экранирующих шумовое загрязнение. Кроме того, на следующих стадиях проектирования необходимо выполнить натурные замеры уровня шума от железной дороги и установить шумозащитный экран на участках, где уровень акустического дискомфорта на территории жилой застройки будет превышать допустимые значения. В принципе, кратко это все. Я понимаю, сейчас вопросы пойдут.